Здравствуйте, дамы и господа, с вами Dice, и я приветствую тех, кто смотрит это в записи. Продолжая стримы по Попа Файндеру «Гнева праведников», мы сейчас находимся там, как здесь закончился предыдущий стрим. Это локация «Священные земли», маленькая такая, небольшая вроде бы локация, и она где-то вот на отшибе была со стороны той вот местности, которую мы на прошлом стриме обходили, и решили заглянуть в этот уголок заодно, чтобы потом не возвращаться сюда позднее. Что же это за место, мы узнаем сейчас после того, как попробуем применить последние оставшиеся у нас бафы, типа какой-нибудь защиты от стрел. Ну и давайте движемся вперед, смотрим, что у нас здесь. Какое-то деревце. Первородный древень. Добро пожаловать, достойный брат! Звуки, которые издает древень, больше похожи на скрип сухих веток, и шелест мертвой листвы, чем на человеческую речь. Вы с трудом различаете слова. Святилище простой истины ждет тебя. Войди и узнай. Войди и обрети. Такие вот у нас, собственно, встречи внезапные появляются. Какая-то огромная стена, дверь каменная, и рядом стоит древень. Говорит, добро пожаловать, типа. Святилище простых истин как бы тебя ждет, чтобы это не значило. Привет, Джогальд. Привет, Тимурыч. Крестовой поход транслируется второй день подряд. Да ты балуешь своих зрителей. Не, ну а что? В принципе, было дело по четыре дня подряд там транслировали. Ну а как бы потихонечку, как со временем дела накапливаются, и приходится стримы делать, может быть, не так часто всего по два дня подряд. Ну ладно, спросим этого древнего-то вообще, кто такой здесь? Страж испытания простой истины, что сокрыто в этом святилище. Слуга и растила, что каждый год впускает сюда достойных, таких, как ты. Впускает посвященных штабы. И он заходится в трескучем скрипе, похожем на кашель. Путь мудрости долг, брат. Пройди испытания, прочти священную скрижаль. Это еще что за священная скрижаль-то и о чем? В глубине святилища скрыта скрижали растила. Она хранит истину, которую позволено знать лишь посвященным. Истина награда для благочестивых. Мудрость награда. Отрада. И древний дальше сбивчиво бормочет что-то уже совсем бессвязное. Ты явно болен. Могу я тебе как-нибудь помочь? Болен, да. Больна земля, больны мои корни. Что со мной? Что-то у моих корней там в святилище. И растил как же больно. Бедные деревца. Уголек ласково глазит в морщинистую кору. Потерпи немного, мы попробуем тебя вылечить. Попробуем ведь, правда же? Конечно, конечно. Но кажется, древень, ты меня принимаешь за кого-то, кем я не являюсь. Дерево со стоном раскрывает замшелое дупло, служащие ему глазами, и смотрит на вас долгим взглядом, исполненном боли. Что-то не так, ты не из круга посвященных. А эта мертвая земля, это уже неблагословенный саркорис? Мои мысли путаются, что-то не так. Но ты, ты все же войди внутрь, узнай, что случилось со святилищем. Посмотри, целали скрижаль. И растил поможет тебе. А что там внутри-то вообще? Ты узнаешь это, когда войдешь. Один, без помощников, ибо... Ибо путь мудрости одинок, и пред ликом божества следует. Следует. Ладно, ладно, понятно, не напрягайся, дедушка Древень. Давай впускай меня. Ты готов? Помни, ты должен будешь войти туда один. И когда врата закроются за твоей спиной, Когда закроются врата, Останется лишь один путь вперед. Супердушная лока, говорит Дизи. Ну, я прям это... Слегонца, знаешь, так оскорблен таким заявлением, Что значит душное. Очень интересное и классное. Входи, да поможет тебе меткий старик. Дойди до алтаря, познай истину. Ну, познай, узнаю, узнаю, что там случилось. Взвращайся, в общем, прошу тебя, возвращайся. Ты еще не знаешь. Как это не знаю? Ты меня недооцениваешь вообще. Привет, в общем, всем привет, Амальгама. Привет, Дизи. Привет, Unsuccessful Day. Мы заходим в какой-то... В какой-то каменный лабиринт, фактически. Хоп-хоп-хоп. И здесь у нас действительно воистину лабиринт. Видите, цветные мостики, цветные кнопочки. Просто вообще красота. А еще сундучки различные, в которых награды лежат. Давайте посмотрим, что здесь за награда у нас. Заметки на эльфийском. О, это круто. Это то, что нам нужно для сказителя. Собираем. Так вот, насчет того, что локация душная. Ну, кто-то может подумать, что действительно это так. Но, с другой стороны, как бы она интересная. Это вполне себе неплохая головоломочка. Вот сейчас мы, например, можем что сделать? Какую кнопку нужно ткнуть, для того, чтобы у нас открылась возможность пройти вот сюда, например, к второму сундучку. Для этого нужно либо вот этот вот желтый мостик передвинуть, а для этого нужна вот эта вот панелька, да, желтенькая. Или вот эта. Нет, вот эта вот она вдавлена, она не активируется. А вот эта можно активировать. Она как бы выпуклая, то есть она как кнопка работает. То есть суть в чем вообще головоломочки? В том, что есть цветные мостики и цветные кнопки. Соответственно, когда ты нажимаешь цветную кнопку, то один из цветных мостов, соответствующий этой кнопки, опускается, а другой, наоборот, поднимается. Кнопки, соответственно, тоже переключаются после этого. То есть есть парные кнопки и парные мосты. Нажимаешь одну красную кнопку, соответственно, вот этот мост отключится, включится вот этот мост. Вообще, давайте начнем с черных кнопок, они самые простые, потому что здесь две рядом есть. Вот эту жмёшь, например, хоп, вот это включается, да. Вот эту жмёшь обратно, переключается обратно мост. Какие-то пятнашки. Ну, не пятнашки, на самом деле, совершенно. Есть ещё один маленький нюанс. В конце нас ждёт вот такой мост, который нужно включить, подняв все цветные вот эти вот кубики. Каждое до единого нужно включить. Всё достаточно просто. Вопрос только исключительно в том, чтобы немножечко напречь мозги и чтобы проявить чутка усидчивости. Всё, собственно говоря. Я думаю, что нужно сделать. Нужно активировать вот этот синемост, например, да. Давайте его активируем. Вот, и нам нужно розовый активировать. Чтобы активировать розовый, нам нужно попасть сюда. Для этого нужно голубой деактивировать. Чтобы деактивировать голубой, нужно чёрный включить. Видите, как всё просто? Но для этого нужно, соответственно, нам красный активировать сперва, да. Оказывается, не так просто, когда я сдумал. Вот думал, думал, а оказалось, что... А где у нас ещё одна? А вот одна красная кнопка, да? Это же красная? Да, это красная кнопка. Всё, видите? Всё, можно синенький мост, голубенький, то есть активировать. Во, хоп-хоп-хоп-хоп. И остаётся переключить красную панельку обратно и розовенькую поменять. Всё, вот теперь сюда можно забежать. Видите, изи на самом деле, элементарно всё. По-моему, стример уже видел эту головоломку. Но я перед запуском стрима посмотрел что-то такое. То есть, как бы, она достаточно, да, такая, ну, как бы, логичная. Теперь самый главный вопрос. Активировать все вот эти вот до единого. Как это нужно сделать? Какие у нас неактивированные? Давайте посмотрим. У нас на самом деле проще сказать, какие активированные. Ну вот, есть, например, жёлтая кнопка, которая вдалеке находится. И если мы её активируем, то мы можем забыть про вот эту вот малиновую. Но малиновую, малиновую, её нужно сейчас тогда, наоборот, переключить. Сберём, например, включаем красную обратно, чтобы можно было пройти сюда. И понимаем, что нужно назад её. Хоп. Что-то малиновую сначала. Сначала малиновую. А ты, получается, обычно подготавливаешься к стриму. А то в некоторых моментах ты знаешь наперёд, да? Если так, то ты смотришь чьи-то прохождения или читаешь текстовую версию. Ну, иногда я читаю что-нибудь, иногда что-то смотрю. Но на самом деле я не очень много готовлюсь. Может показаться, что я к чему-то тут готовлюсь. Но фактически я просто увидел, что здесь есть головоломка. И попробовал её решить. Вроде получилось. Мне понравилось. Так, активируем жёлтенькую. Вот ещё, кстати, синенькую можно вот эту активировать. А, нет, она уже активирована, типа, да? Во! Жёлтенькая активирована одна. Теперь нам нужно другую жёлтенькую активировать. А для этого... Для этого нам нужно пройти вот... Не сюда. Нам нужно вот сюда пройти, да? Да. Как это делается? Ну, я думаю, мы уже знаем. Активируешь красную. И идёшь к жёлтенькой. Заодно можно фиолетовенькую тоже активировать. Ага. С ним активируем фиолетовую. То отключится вот это, и это всё будет правильно. Так и нужно. Видите? Подняли. Осталось розовую, голубенькую, зелёную, чёрную. Розовую. Голубенькую. Голубенькая здесь. Но она переключит вот этот мост. Соответственно, тогда нам нужно чёрный мост вот этот включить будет. Фиолетовая тут должна, жёлтая тут оставаться всё правильно. Угу. Совокот брейнтансит люто. Да ладно. Две размерения не работают, если не в этом дело. А, к сожалению, есть вот такой дебафт. Называется близость разрыва. Находящийся неподалёку планарный разрыв создаёт магические помехи невероятной силы. Делает телепортацию невозможной. К слову, кстати, нас тут ждут. Потихонечку. Стоят. Интересно, а как они могут... А могут они взять и обследовать оставшуюся часть локации? Смотрите, что тут ещё есть. А тут ещё одна дверь есть. Дверь выходной, наверное, как раз будет открывать после того, как мы сюда попадём, персонаж. Поэтому сюда поставим сразу заранее. Итак, возвращаемся. Зелёненькая, голубенькая и розовенькая. Если мы отрозненькую нажмём, то включится вот эта панелька и отключится вот эта. Правильно? А вот эту панельку бы не хотелось отключать заранее. Поэтому мы с голубенькой начнём или нет? Или с синенькой? Синенькая на месте. У нас, собственно, на месте тут фактически всё вот в этой части получается. И есть фиолетовенькая. Да, фиолетовенькая тоже правильно установлена. То есть нам нужна голубенькая. Вот она, к слову говоря. Прямо здесь и находится. Если мы её ткнём, то вот этот мост вырубится. И это не даст нам доступа к зелёненькой. А нам нужна зелёненькая. Заметьте. Поэтому первым делом я бы начал с розовенькой. Потому что фиолетовую трогать не будем. Вот. Давайте к чёрной подойдём. Её переключим. Вот. Чёрная на месте. Теперь всё правильно. Теперь трогаем розовенькую. Теперь можно зелёную ткнуть. Осталась голубенькая последняя. Меценат, привет тебе. Текстериан, привет. Колонасу, кстати, тоже привет. Забавно, но в ДНД прыгать никто не запретил. Ну уж метр на два прыгать-то всё умеют в нормальном физическом формате. Не знаю, не знаю. Вот у нас, собственно, всё готово. Мост поднялся. Наверное, засейвимся по этому поводу. Ну вот, видите, изи. На самом деле, вот элементарно мозгами пораскинуть, и становится понятно, что тебе делать. То есть ты видишь, что тебе нужно активировать такие-то, 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 смотришь, какие из этих ты можешь активировать в первую очередь, чтобы тебе не нужно было потом возвращаться на эту платформу. И вот потихонечку они готовы выстроились. И костанка включается. Перед нами появляется. Под видом друида пробралась в светилище и стала ждать. Сначала всё хорошо было, эти дурачки приходили сюда, чтобы пройти испытания. Но заканчивали у меня в животе. Но потом друиды кончились, и я поняла, что застряла тут. Проклятое дерево не просто защищает вход, говорит она, но ещё и держит над лабиринтом чары. Должно быть, чтобы испытуемые не жульничали с телепортацией. А то сижу я тут на куче костей уже который год. Эх, лопухнулась так, лопухнулась. Ладно, а что за тайну-то это светилище хранило. Это-то... Демоница презрительно смотрит на статую Растила. Скрижаль в постаменте изуродована ногтями так, что невозможно прочесть изречение. Я уже не помню. Банальщина какая-то, как любит этот рогатый простофиля. То ли мой руки перед едой, то ли не мочись против ветра. Поверь, ты ничего не потерял. Ну не огорчайся. Если ты сделаешь, как я скажу, то всё же кое-что выгадаешь. Так, и что ж ты мне предлагаешь? Выйди наружу и не уничтожь дерево. Сожги, сруби на честь. Ты знаешь, как это делается. Освободи меня. Ведь он и гражунка, чем по весам и мудрого изречения. Ну да, ножом в спину. Знаем, как они награждают? Прям вот. Изи. Так, дверь открыта. Что мешает тебе выйти собственными ногами? Демоница недовольна, скрыжащая с зубами, не желая отвечать. Наконец она сплёвывает и нехотя говорит. Да пень этот старый мешает. Кто же ещё? Была бы я сута, может и справилась бы с ним. А так... Эх, попадусь к нему в корни. Живой не отпустит. Если бы я с ним могла сладить, сама не просила бы у тебя помощи. Откуда мне знать, что ты меня не обманешь? Ну вообще, на самом деле, я знаю, что он меня обманет сто процентов. Потому что это демоны. Демоны всегда обманывают. Откуда мне знать, что ты, как только дойдёшь до порога, не припустишь оттуда со всех ног? Как вообще кто-то может кому-то доверять? Ну смотри, я тебя не жру, хотя могла бы. Мне прям в руки обед пришёл, а я тебя и пальцем не трогаю. За здорово живёшь, отпускаю. Какой резон мне тебе ещё и обманывать? Ещё что ли я тут среди костей, что ли, сидеть? Ой, Растил, помоги мне очистить твоё святилище от скверны. Пусть лича, азаты, ангела и трикстера позволяют что-то необычное сделать. Но мы, как жрец Растила, взываем к нему. Великий Растил, помоги! Вы слышите далёкий зов охотничьего рога? Меткий старик услышал вашу молитву. Так, ну чё? У нас теперь открыта дорога. Но-но-но-но-но-но-но-но-но. Грейбор, Нэннио. Давайте после Нэннио, чтобы она бафнула всех на скорость. И она просто забила вот этого древнего. Лилиту наносит удар. 32, 33, 25, 31. Охренеть, сколько у неё атак. Она вообще как выглядела? 17 уровня, потустороннее существо. Чё-то мне жить захотелось внезапно. Так, Дайс, Дайс, призывай, пожалуйста, кого-нибудь. Чё-нибудь осталось из предметов призывных? Нет. Чем больше, тем лучше. Литвоволков, пожалуйста. Во! Опять литвоволков. То, что нужно. Так как пройти, чтобы её не задело. Вот как-нибудь так. Сваливаем. О! Урон даже какой-то наносит. Вот волки вообще молодцы. Так, откладываем до нынём. Опять-таки. На месте демоницы, говорит Замбис, я бы взял змейку в заложнике. И котика. Привет. Привет тебе. Ну, хорошая тема на самом деле. Согласен. Заложники это всегда супер. Хорошо работает. Так, ну чё. Кастуем хасту. Бежим вперёд. Вольжев, Вольжев. Хитрый плут. Беги сюда. Мог бы ищет, наверное, какой-нибудь кастануть. Ну да ладно. А может ли у нас... Наверное, не может с такого расстояния Эмбер кастовать. Поэтому тоже беги сюда. Здесь сюда команда может подойти. Только долго, говорит Меценат. Так они это и делают прямо в данный момент. Давай, сила. Спеши. Грейбор, ты тоже не оставайся в стороне. Фига себе, четверых уработало просто. Да, если ты что делать, будешь призывать новых или как? У нас есть Вольжев, призванный волк. И как бы, ну вот мне немножко ссыкотно, потому что я чувствую, что сейчас всё будет плохо. Давайте свой взор ионический врубим. Раз. Сейчас потом, я думаю, всё-таки волков нужно новых. Хотя бы парочку, да? Так, Нэнниал. А нет, не Нэнниал. Волки. Давайте какие-нибудь криты там, креточки. Не хотите? Ну, как знаете, устойчивость к магии, реакция, воля, всё высокое. Единственное, чем можно попробовать... А сколько у неё реакция? 21, да? Ну, куда её можно? В какую-нибудь фражерливую яму за 24? Чё-то не думаю, что хороший вариант. 22, спасбросок реакции опять-таки. 27. Иллюзорное разложение. Спасбросок воли, затем стойкость частично. Давайте вот так вот. Иллюзорное разложение на неё. Ой. Все враги в радиусе 30 футов. Спасбросок воли успешный. Бросок 12 плюс 18. 27 против 30. Ну да, он, то есть 30 против 27. Окей. Ладно, Боджев. Твой выход. Довольно неплохо, я бы сказал. Я думаю, ещё прожарить её чутка вот так вот. Ну, немножко попали, окей. Сила, пожалуйста. Смайт. И, кстати... Кстати, у нас там должна где-то быть обилка. Деморализация. Сложность 21. Деморализация. Деморализация. Так. А если мы почитаем подробнее? Какой спас бросок против этого? Плюс количество костей здоровья и целей, плюс модификатор мудрости. Если ваш бросок был успешен, цель потрясена на один раунд, плюс ещё один раунд за каждые 5 очков. Слушайте, а может просто вот так вот? Просто хочу попробовать испугать эту тварь. Да, её можно попробовать испугать. Тоже сложность 21. Разница только в том, что это весь раунд, а вот это стандартное действие. Проверка навыка провалена. Бросок 4. К сожалению, 4. Да вот немножко бы выбросила побольше бы и смогла бы. Э, Грейбор. Грейбор давай стазе таргет. И Грейбор умирает. Пипец, она просто уработала Грейбора. Какая-то жесть. Понятно. Не зря мы квиксейв сделали. Давайте тогда попробуем всё-таки оббафаться заранее. Что мы можем здесь делать? Щит. Потом зеркальное отражение. Скорость. Что мы, если легендарное уменьшение заюзать на Ригела? Ух. Он станет микроскопическим, наверное. Есть. Теперь у нас не нужно заранее вешать бафы, ждать того, когда у нас на него походят. Нужно сразу здесь Литоволков призывать. Активировать взор. Но ей, в общем-то, эти взоры нафиг не нужны. Это скорее для того, чтобы наши спасброски получше могли работать. Лилиту успешный спасбросок в воле проходит. 19 плюс 18 против сложности 23. Вот так вот. Вот вам и весь угнетающий взор. Вот вам и вся... Как бы... Наверное, нужно были ещё настройки оружия и лезвия крестоносцев наложено быть. Ну, вроде бы, её потихонечку кусают. Окей. Всё, вот убегаем сюда. Это она как урабатывает-то. Пипец. Больжев. Надо новых призывать явно, дайсу. Благо, у нас есть возможность призыва. Видите. Пять раз свеженьких. Жаль, побить не могу просто, потому что постоянно приходится призывать. О, 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 крит прошёл какой-то, да? Да. Критический удар. А, нет, критический удар не подтверждён. Вот так-то вам. Всё. Нет вам никаких критических ударов. Ух, супер. Молодчинка Эмбер. Здесь мы, наверное, постережёмся прям врываться. Я, пожалуй, просто подожду. А вот сила может врываться. Есть удар. Смотрите, промахи пошли. Наконец-то она начала силу бить. Вот то, что нужно. Так, ну, Вольжев тогда тоже пытается ворваться. Здесь мы пытаемся что-то кастовать. Успешный спас-бросок в воле. Ну, вот-вот. Близко, близко было, скажем честно, да? И, я думаю, самое время начинает жарить с Бэйнон её. Во, почти мёртвая. Осталось добить. Давай, Эмбер, не подведи. Уголёк, жги. Есть! Ура! Смогли, затащили. На бешеном лаке с Эвлоди. Это что у нас? Когда-то Саркорис был страной благочестивых друидов, в цитаделью изъелённой веры и богов природы. Угу. Узы, связавшие двух врагов, в мучительном плену разорваны. Один из них мёртв. Осталось вернуться ко второму с доброй вестью и получить награду. То есть надо к древней вернуться. Вот. У Трикстера есть заклинание легендарным меньшению. Уменьшение, уменьшение. Вот там микроскопический размер, говорит Астергер. Ну да. А что, хорошее название? Да вообще у Трикстера довольно такие креативные названия. Что у нас есть здесь? Светок облика зверя, увеличение животного, благословление саламандра, медвежья стойкость массовая, грозные очи. И салилиту даже не полутаешь ничего. Зато можно трофею с вот этого древнего призывного и растилом получить. Не зря его призывали, получается. Видите, как классно. Ты же определился, кто из напарников тебе импонирует в большей степени на данном этапе игры. Ну, интересных напарников на самом деле много. И Арушалай довольно интересна своей идеей такого, как бы, типа, Сукуба, который пытается встать на истинную дорогу. Вольжев веселый, проказник достаточно. Потом, кто еще у нас хорош, достаточно интересен прям. Ну, Эмбер очень часто удивляет своими попытками прям перевоспитать и вернуть на путь истинный любого, даже самого страшного вообще человека и даже демонов. У нее есть вот этот характер и что-то необычное. Сны не убывают прикольные моменты. Сила достаточно пресноватая и обычная. С Гребором пока ей не знаком. Потом у нас есть еще кто там... Ой, это какая... Камелия, да, Камелия. Ужасный персонаж. Лан. Лан какой-то слишком простой парень. Да, в нем есть что-то с его коммунистическими замашками, знаете, такое прикольное. Но недостаточно для того, чтобы чувствовалось прям суперкруто, интересно. Засиль вообще откровенно скучный, скажем прямо. Дайран прикольный еще, но не более. Он как бы вот поначалу неплох, потом начинают его вот эти выкрутаться и слегка приедаться. Но в целом хороший персонаж Дайран тоже. Но это если смотреть с точки зрения их характера, их вообще подачи в сюжете. А с точки зрения того, кто мне нравится с точки зрения вот именно геймплея, с кем играть интересно и приятно, то мне понравилась, например, никующая Эмбер сейчас. Очень классно вообще получается у нее жарить. Весело, так задорненько, знаете, с огоньком прям. Ух! Сила довольно неплохой персонаж. Странный, с одной стороны. Но в плане того, что она ей танкует, и некоторые дополнительные возможности пати дает. Вот я немножко устрашение пытаюсь там прокачать. Но на некоторых персонажах это хреновенько работает. Но и да ладно. Надо просто чаще этим заниматься и дальше это прокачивать, возможно. Дайрана надо сланом таскать. Они отжигают шутки, вечно подкалывая друг друга, говорит, мерсенария. Может быть. Да, кстати, есть очень нехорошие такие интересные моменты, когда сочетаются персонажи друг с другом в диалогах. И какой-то момент начинают комментировать, то сначала один говорит, потом другой реагирует на то, что сказал для этого момента вот в своем комментарии первый. И получается такой вот диалог по поводу какой-то ситуации или событий, которые происходят с вами. Очень классно, довольно забавно. Кто еще там есть у нас? Серьезно. Да вроде особо прям сильно кого-то не забыл и не обидел. А Регел, да, Регел. Блин, Регел даже в упоминаниях не заслужил, говорит, колонез. Регел просто супер охрененно харизматичный. Он не то, чтобы прям какие-то перлы отмачивать или что-то, но просто офигенно харизматичный, такой серьезный, волевой, жесткий, прям. И жестокий, конечно, при этом, но справедливый. Знаете, как Иосиф Васиренович. Прям не иначе. Как персонаж боевой, не знаю, просто ходящая толпа быстрых атак. Так, в общем, средненько. Но как вот харизматичный персонаж, да, он очень неплох. Не то, чтобы он создавал какие-то прям супер моменты, но вот реплики, которые он говорит, они очень четкие и такие сочные. Ладно, первородный древень, давай мы тебе расскажем хорошие новости. Дерево печально скрипит, чуть раскачиваясь из стороны в сторону. Из-за опавших глаз слезами стекает темная смола. Ты уничтожил заразу. Яд покидает мои корни. Я, я вспоминаю. Ни крови и пламени. Ни гнева и отчаяния. Саркорис, прекрасный зеленый Саркорис. Тебя больше нет. Я ясно вижу. Расколота скрижаль мудрости, которую я был поставлен хранить. Зачем же я стою здесь? Для кого стерегу поруганное святилище, утраченная истина? Тебе больше не больно. Доброе дерево, говорит уголек. Видишь вот, я же говорила, мы тебе поможем. Спасибо, что помог мне достойный брат. Возьми это. Пусть тебе и не достались тайны знаний растила. Но ты прошел испытание и заслужил награду. Древень отламывает веточку и шепчет над ней молитву. Корявая деревяшка на ваших глазах превращается в магический предмет. Это жезл исцеления серьезных ранений. Агрейбор на парном оружии специализируется, да. На топорах он специализируется, с двумя топорами ходят. Но он очень медленный. На него надо постоянно что-нибудь на ускорение кастовать, потому что он банально за остальными не успевает тогда. Что за тайну хранило это святилище, спрашиваем мы у этого древняя? Я не знаю. Ведь я не посвященный, а лишь страж, поставленный открывать дверь к посвящению. На скрижале святилища были начертаны слова мудрости, что олений бог явил своим верным последователям. Теперь же скрижали расколото все, кто был посвящен в таинство мертвы. Но бог не оставил нас, я чувствую это. Он вернется в свою разоренную обитель. Быть может, настанет день, и утраченная мудрость будет обретена вновь. Сила склоняет голову и тихо шепчет. Настанет день, настанет день, и мы изгоним скверну. Не оставляй надежду, страж. Молись за нас, мы сражаемся, чтобы приблизить этот день. На самом деле, эта ведьма сила говорит. Скажи что-нибудь про себя, а? Привородный древень. Мой желудь посадили здесь, когда заложили первый камень в святилище. Я рос вместе с его стенами. Мы с ним единые целые, слуги растила, поставленные здесь охранять его мудрость. Слабые, усталые и недостойные слуги, которые не справились со своей миссией. И все же благодаря тебе мы уцелили. Благодаря тебе у нас есть еще надежда вновь послужить своему богу. Да? А что же теперь ты собираешься делать дальше? Мне пришло время уснуть. Сон исцелит меня. Я буду спать и грезить о прекрасном зеленом саркорисе. До дня, когда демонов не станет, и я вновь открою глаза, чтобы увидеть его возрождение. Что ж, прощай, древень, и хорошего сна тебе. Прощай. Иди своей дорогой, и да хранит тебя меткий старик в своем странстве. Древень закрывает глаза и погружается в сон. Что мы там получили? Жезл, говорите. Так, новенькое у нас. Нефрит. Жезл исцеления серьезных ранений, между прочим. Можно сюда передать. Что-то нужно было использовать как раз по назначениям. Может, если он на парном оружии специализируется, говорит Трикстерион про Гребора, то ему уберметательные топорики выдать вместо лука. Но у него такая штука, что в развитии класса здесь, по-моему, дворфийские топоры у него. Уверенное владение оружием дворфийский боевой топор здесь. Парное оружие, силы двух рук. Парное оружие плюс, плюс, плюс. Ну, в общем, у него есть уверенное владение дворфийским боевым топором. У него, к сожалению, пока один такой. Надо второй такой же. Потому что здесь какой-то сокрушительный холод у него вместо этого. Это топорик. Это не дворфийский боевой топор. Мы, кстати, к двенадцатому уровню потихонечку приближаемся. Это круто. Что ж, пойдем отсюда. И у нас была еще одна локация недалеко отсюда, которую мы желали посетить, насколько я помню. Так, 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 так. А там кто-то двигается, да, у нас? Ну-ка. Кто у нас ползет потихонечку? Армия демонов, да? Приближается, зараза. И надо нам укреплять вот этот форт. Но давайте посмотрим на нас. Мы хотели в черную воду зайти еще. Однако есть проблема. Сейчас попасть в эту черную воду отсюда нельзя. То есть нету пути никакого. То есть, если пройти даже вот здесь, не будет доступна эта черная вода. Возможно, локация станет доступна позже, по сюжету, когда, собственно, станет что-то здесь важное происходить в этой черной воде. Насколько я понимаю, это какая-то действительно сюжетная локация. И пока к ней доступа нет. Я недавно в первый раз, говорит Джон Гальд, начал проходить кингмейкер, натолкнулся на твой канал. Со стримами прохождения. Интересно стало и самому играть, и смотреть, как те или иные моменты игры ты проходил. Какого персонажа отыгрывал. В итоге так увлекся, что теперь сам продолжаю проходить кингмейкер, а у тебя, смотрю, гнев праведников. Двойная доза по Finder не повредит никому. Слушай, круто. Да, я очень люблю. Мне вообще нравятся такие истории, когда люди вдохновляются тем, что я играю в игру и тоже начинают. Вот это прекрасно просто. В общем, желаю тебе приятных впечатлений от прохождения, собственно, ну и от просмотра тоже. Так что, я думаю, мы отсюда, наверное, телепортируемся в Дрэзен обратно. Раз уж мы не будем в черную воду заходить, не можем мы сюда попасть сейчас никаким образом. Увы. Что у нас здесь? Здесь у нас как бы, ну... Пока никто не может ходить. Давайте действительно телепортироваться тогда. Кстати... Да, надо телепортироваться в Дрэзен. Поехали. Хоп, и мы в Дрэзене. Ура! Мы снова дома. Может, кого-нибудь разведать этот кровавый след нужно отправить, чтобы понять заранее, откуда здесь нужно будет двигаться, как. Воистину. У нас есть этот резерв. И можно будет немножечко двинуться в эту сторону куда-то. Посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Нам еще отдохнуть бы не помешало нашими основными вот этими отрядами, основными персонажами. Однако мы заходим в Дрэзен и заходим в Цитадель, чтобы разобраться с делами нашего крестового похода, со всякими разными посетителями и прочим-прочим-прочим. Меня на прохождение кингмейкера вдохновила Тогорит Замби, чтобы стримеры, которых я видел, которые его проходили, дропнули просто после релиза новой части. Да, бывает такое. Че поделаешь. Леди Канами подходит к нам и говорит, Командор, пришла пора вам активнее включаться в политику Миндева. Благо сейчас как раз подходящий случай. В столице назревает конфликт. Клик-аристократов, недовольные Королевским Советом, полетят интриги против верных слуг Ее Величества. Обычная грязня за власть, конечно, что случается раз в пару лет в любом просвещенном обществе. Самое время и вам выступить на политической арене. Так как ваш авторитет в Миндеве необычайно высок, Королевский Совет решил им воспользоваться. Какая замечательная новость. Мы решили воспользоваться. Просто супер. О, Минолир подписался. Спасибо тебе за подписку. И этот совет ожидает, что мы публично осудим дворян, оспаривающих его власть. Да, нами точно хотят воспользоваться. Ну, а, в общем, Замбис, кстати, да, насчет кингмейкера, насчет того, что я его дропнул, мол, я, возможно, его продолжу. Мне так вот подмывает его продолжить, но не скоро, скорее всего. И так или иначе, это хорошо, что ты тоже за него взялся. Потом, если что, можешь на стримах подсказывать, когда это выйдет в будущем. Так, 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 кто-то там подарил сколько-то подписок нам. Спасибо за подписки. Это замечательно. Минолир... А, да, Минолир их еще, собственно, подарил. Молочина. Классно. Асторгер говорит, она обычная, но сразу предупреждает одна из самых жестких локаций в игре, если не самая жесткая. Благо, не бездоказательная. А, окей. Буду иметь в виду. Привет, Джон Кьюкам. Минолир просто разошелся, молочина. Герой сегодняшнего дня определенным. Спасибо тебе. Просто с метательными топорами в тренде с его силой и фитами на парном оружии плюс-плюс-плюс. Лучше в рейнже, коль до него дойдет, чем с голимым луком. Фиты лучше используются. Ну, это, конечно, не мне, но все равно интересно. Ладно, вернемся. к королевскому совету и леди Каноме. В общем, подумаем на тему топоров, на счет оснащения Грейбора, но понимаете, что с Грейбором? Грейбора я, скорее всего, буду редко использовать. У меня есть такое чувство, что, скорее всего, какие-то моменты, когда-то какого-то сюжет нам нужен. По его личному квесту, по квестам, связанным с драконом, это да. В остальное время, возможно, нет. Засиэль предлагает публично обратиться к ее величеству и заявить, что нас пытаются втянуть в интриге. Пусть королева знает, что мало реально лишь ей, а не кому-то из ее слуг и подданных. Ох, Засиэль, ничего ты про политику не понимаешь. Никто не любит, когда начинают жаловаться и ябедничать, вместо того, чтобы разобраться самостоятельно с проблемами. Когда ты правитель, и к тебе начинают твои подданные приходить и жаловаться друг на друга, это выглядит как типа «Ох, ну и достали же вы меня! Ну не можете, что ли, сами там друг с другом разобраться? Вот фиг ли нужно меня дергать». Ладно. У Дайрана есть другая идея. Похоже, королевский совет наскучил не только нам. Поддержим недовольную знать и советником кузины Голфри станет совсем не для нас. Предлагаю не лезть в чужую свору, говорит Лан. И для вевности написать открытое обращение к народу Мендео, в котором командор внятно выскажет «Ваша собачья грызня, не мое дело, отстаньте!» не хотели бы, чтобы мы поддержали их конкурентов, да, говорит Вольжев? «Так давайте возьмем из тех из других откуп за то, что мы не полезем в их дела. Своё получим и ни с кем не поссоримся!» Ох, плут хвостатый всегда знает, как правильно, собственно, выгоду-то где извлечь. Молодчина, инициативный, малый. «А почему вообще меня втягивают в интриги Мендевы? Возмутимся». «Вы часть этих интриг, говорит Леди Каномия. Хотите вы этого или нет? Политическое влияние идёт в нагрузку к вашей должности. В руках Мендева вы бесценные инструменты, и Королевский Совет не упустит ни единой возможности применить вас на благо страны». Проведя парад в честь Ювеличества, вы показали Королевскому Совету, что прислушиваетесь к нему. Как я и обещала, в глазах знать вы из потенциальной проблемы превратились в потенциального союзника. Ну и теперь вы можете использовать своё влияние на благо похода. Ах, знаю, как это всё закончится. Вот возьмут нас, используют и выкинут. Всегда так происходит. Давайте посмотрим, что скажет Совет. Надеюсь, все в этом зале понимают, говорит Леди Каноми, сколь выгодна может быть дружба с Королевским Советом. Интересно, а сколько выгоды получает Леди Каноми с этой дружбой? Зусель, что даст демонстративную лояльность Голфри. Она напомнит всем, как надлежит вести себя истинным слугам Короны. Голфри наш Сузерен, лидер крестового похода и защитница Мендева. Сейчас, когда её слуги забыли о долге погрузились в склохи, стоит напомнить им, что такое преданность и долг. А Королева уверен, отметит подобный шаг. Звание хорошей пёсика и величества почти тебя в кармане, Засель, продолжая в том же духе и заработаешь вкусняшку. Дайран, а какой нам резон вообще поддерживать распоясавшуюся знать? Можно подумать, тебе понравился Королевский Совет. Если мы поддержим аристократию, они с Советом начнут грызться за власть и перестанут досаждать нам. К тому же, дворянство не меньше сил, чем у Советников Голфри. И эти силы нам пригодятся. Не стоит этого делать. Граф Риндей просто забавляется, настраивая нас против Королевского Совета. Леди Каноми, чем же тогда отплатят за поддержку Королевский Совет? Ну, это вопрос настоящего политика, командор. Что же, поторгуемся. Я могу гарантировать, что в ответ на вашу лояльность Королевский Совет обеспечит стабильность дальнейших поставок снаряжения. Ну, согласитесь, это удобно, когда никто не может выкрутить вам руки, угрожая перебоями своего снабжения. Она смотрит на нас самодовольной, немногохищной улыбкой. Во сграде Китсу начитается прозрачный намек. Что если мы не будем слушаться ее, то нам руки выкручивать начнут и поставки упадут. Вот так вот. Кроме того, Королевский Совет может пересмотреть план пополнения и направляемых в Дрэзен. В Миндеве достаточно гарнизонов, в которых содержится избыточное количество войск. Вам они нужнее. Сегодня мы усмиряем обнаглевшую знать, говорит Лана, дальше ты чё, будем давить крестьянские мятежи? Я, наверное, задремал, когда жрец Реймедай провозглашал заповедь «Говорить с демонами, ну и про прихоти власти мущих не забывай». Да, Лана, а вот какой смысл обращаться к народу-то? Уж кого власти вообще нету? Как и положено, дикарю из пещер я верю в наивные сказки. Например, в то, что у дворян и членов Королевского Совета ещё осталась хотя бы капля стыда. Люди взглянут на них и скажут «Хватит грызться, может, на кого-то подействуют? А если нет, что ж, тогда будем рассчитывать хотя бы на поддержку простых людей, которая вряд ли нам поможет». Про совесть это было смешно, говорит Вольжев. Про поддержку простых людей ты тоже ляпнул, не подумав. Нам снабжения от знати и короны не хватает, как мы будем на гроши булочников и бокалейщиков-то воевать. Да, Вольжев, раскрой свою идею про невмешательство. Ну, как оно устроено на улицах-то? Мелкие банды делят территорию, берут на мзду с лавочников и заносят долю старшему за то, что он спокойно сидит в своей берлоге и не вмешивается в их дела. Потому что, если старший останется недоволен долей и выйдет на улицу, сам будет передел и все потеряют куда больше. Поступим так же. Знать не хочешь, чтобы мы поддержали Королевский Совет, а Совет боится, что мы встанем зазнать. Пусть достает кошельки и пришлет нам побольше солдат, а мы будем спокойно воевать здесь, не обращая на их делишки внимания. Если у нас солдаты закончатся, то, как наведаемся в столицу, так и устроим передел. Вот только мы не банды, говорит Зесиэль, и власть дана командору, чтобы вести священную войну, а не грабить лавочников и запугивать мирных жителей. Как все сложно. Ладно, я все понял. Тогда верю, вы примете мудрое решение, которое порадует Королевский Совет. Посмотрим эффекты выбора. Помощь Королеве, приказ, который даст нам паладинов и чемпионов. Ох. Нужно 2000 на активацию приказа. Дайрану поддержим знать. Помощь благородных домов. Кирасиры и снайперы. Лан, подготовь обращение к народу. Легкие кавалеристы и щитоносцы. Шитоносцы от слова шит, оу, шит, это полное дерьмо. Они не нужны. Медвежий рыцарь и охотники за головами, если мы получим помощь Королевского Двора. Так, леди экономия предлагает нам получить прачников и новобранцев. Лол? Лол, какие еще прачники и новобранцы? Вы о чем вообще? Можно не вмешиваться и боевой дух поднимется. Мне нравится вариант Дайран, конечно, потому что там снайперы есть. Ну, что думаете? Давайте скажем так, мне очень интересно, есть ли какое-то влияние на сюжет. Серьезно. То есть будет влиять на сюжет или нет, если мы не согласимся с леди экономия? Я, насколько понимаю, леди экономия очень сильно давит на то, чтобы мы ее решение принимали. Она будет требовать от нас выбрать другой вариант каждый раз и передумать. Вот, например, я говорю, Дайран, мы поддержим знать Миндева. Ну, разве не чудесно? Королевский Совет получит бесплатное развлечение, а мы новых влиятельных друзей. Уверен, войска, присланные ими, будут экипированы лучше, чем новобранцы, которых нам отправляли раньше. Заседание закрыто, но уверенно скоро по ходу вновь потребуется решение дипломатического совета. И перед ним, командор, я попрошу вас подумать, стоит ли вычеркивать Королевский Совет из списка своих союзников. Но, видите, вроде бы не сильно возражает. А тут, кстати, осталась какая-то преступная аура, которая сама по себе висит в воздухе отдельно от людей, которые тут рядом стоят. Что-то в этом зале, по-моему, висит какой-то такой подозрительный затхлый душок противозакония. Какой-то, знаете, такой преступный душок витает в воздухе. И непонятно, кто его оставил. Кто-то немножечко воздух испортил и вот смылся. Субтитры создавал DimaTorzok